Инвалиды и маломобильные группы населения оценят доступную среду в регионе. Речь идет об оценке качества оборудования приоритетных объектов социального обслуживания, здравоохранения и образования пандусами, поручнями, противоскользящими покрытиями и другими необходимыми предметами. Такое предложение озвучили на Координационном совете по делам ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста. Здравоохранение, социальная защита населения, культура, образование, физическая культура и спорт, информация и связь – это отрасли, в которые в 2016 году были направлены средства на реализацию программы «Доступная среда». Общий объем средств составил порядка 21 миллиона 900 тысяч рублей. Самая большая работа по созданию доступной среды ведется на объектах здравоохранения. В эту сферу направлено более 8,5 миллионов рублей. Более 3,5 миллионов рублей получил окружной противотуберкулезный диспансер. Поставлено оборудование для маломобильных групп населения, 14 наименований. Я не буду засчитывать, здесь приложение есть. Это и антивандальные кнопки, универсальные кнопки панели вызов, поручни для санузлов, раковин. В общем, 14 наименований оборудования для маломобильных групп населения. В диспансерии выполнены работы по устройству пристройки с навесом патуса в зданию амбулаторного отделения. В настоящее время работы продолжаются, будут закончены в начале сентября. Кроме того, пандусами оборудовали взрослое и детское отделение диспансера. Будет создана палата для маломобильных групп населения с подъемником в здание взрослого отделения. Это далеко не полный перечень работ. Адаптируют для доступной среды здание Нинецкой окружной больницы. В октябре у главного входа в здание появится пандус. Туалетные комнаты третьего этажа оборудуют поручнями. Более трех миллионов направят на адаптацию здания Центральной районной поликлиники Заполярного района. В частности, на эти средства будет создана пристройка с обустройством доступной среды, поручнями, пандусами и другими необходимыми предметами. Все эти работы должны быть проведены до конца года, а к 1 января 2017-го все приоритетные объекты должны получить паспорта доступности. Большая работа по реализации программы «Доступная среда» ведется и в других сферах. По словам руководителя Департамента здравоохранения Нины Эльси Мяшкиной, в этом процессе очень важна обратная связь. Каждый объект однозначно должен быть отработан с обществом инвалидов, чтобы он был востребован. И у меня предложение по этому курсу еще провести анкетирование инвалидов по все-таки удовлетворенности тем, что сделано по доступной среде. Сегодня в регионе уже разработан проект государственной программы «Доступная среда» на 2017-2020 годы. Идут согласовательные процедуры. Общий объем финансового обеспечения на 4 года составляет более 88 миллионов рублей.